Каждый раз под Новый год сочинским школьникам и дошколятам предлагают принять участие в самых разных творческих мероприятиях. В рамках экологического месячника ребята изготавливали ёлки из подручных предметов, мастерили украшения для зелёной красавицы. На этот раз активисты конкурса сделали снежинки. Результат превзошёл все ожидания на суджюри. То есть специалистов сочинского нацпарка были представлены десятки новогодних снежинок. И не только из бумаги, но и из гвоздей, одноразовой посуды, старых дисков и теста. Кстати, бумагу ребята использовали бывшую в употреблении. Снежинки вырезали из старых тетрадных листов. Если раньше шли, покупали какие-то бусинки, какие-то бисер, что-то такое, то сейчас очень большое количество работ сделано буквально из мусора. Но я думаю, что в этом как раз-таки есть достижение. Может быть маленькое, но всё равно цель того, что мы ставим во главу угла. И с помощью такого творческого конкурса до подрастающего поколения, отмечают организаторы, можно донести важность сохранения природы перед Новым годом. Внимание детей привлекают к хвойным растениям. Рассказывают о том, что для праздничного настроения не обязательно губить живое дерево. Я дома наряжаю искусственную ёлку, потому что живую жалко. Мне ёлку жалко, что их срезают, им же тоже больно. И за одну из деревьев делаю тоже бумагу. Вот сколько надо леса потратить, чтобы сделать много бумаги.